Ну, доброго времени суток, дорогие детишки! А сегодня у меня будет несколько необычная прохладная история, потому что недалеко нескольких минут назад посмотрел на первую серию художественного сериала «Туман» по художественному произведению Стивена Кинга, соответственно. Производство сериала телеканала «Старс», по-моему, да? Что-то такое. Я обычно стараюсь, ну, не стараюсь, а всегда выражаю свое мнение относительно того или иного сериала исключительно по итогам хотя бы одного сезона. Но здесь совершенно особый случай, и поэтому все так произошло. Начать следует с того, что я настоятельно рекомендую посмотреть этот «Пилот», ну, то есть хотя бы первую серию. Я не знаю, сколько их вышло, я смотрел в переводе «Лостфилма», потому что, естественно, где, блин, американские сериалы, можно посмотреть у нас в легальном виде. Хер его знает, где, на Netflix, например, он есть. Вот сейчас немедленно зададим неловкий вопрос Netflix. Обоснуй. Учитывая, что это телекомпания «Старс», то, видимо, нет. Ну-ка, Netflix, быстро того-итого. «Серч, бля», «Зе мист». Есть такой? Хера лысого? Конечно, нет. Соответственно, ну, возможно, этот телеканал «Старс» где-то транслируется в интернетах, я лично понятия не имею, но поскольку о нем никто ничего не знает на постсоветском пространстве, я с большой долей уверенности могу это заявить, то будем, как бы, смело предполагать, что, типа, этот сериал в легальном виде посмотреть невозможно. Условно говоря. Не суть важно. Поэтому я посмотрел то, что мне было доступно в переводе. Хотя я обычно смотрю в оригинале, но в данном случае «Лосфильм» годным достаточно переводит, хоть и не всегда, но, в принципе, ладно, херстим. В общем, вот там можно взять и заценить. Так вот, я в свое время читал книгу «Туман», он же «The Mist» Кинга. Она очень даже годная, очень хорошая. И более того, потом я посмотрел художественный фильм Фрэнка Дарабонта, который я уже упоминал где-то 2007 года, он с соответствующим же названием тоже «Туман». Он был еще более прекрасен, нежели книга, ввиду того, что радикально изменили концовку по сравнению с тем, что было написано в Романе. И это самое радикальное изменение было настолько годным и хорошим, и вообще адово мозговзрывающим, что даже сам Стивен Кинг прослезился и сказал, «Блин, надо было так же сделать в своей книге. Е-мое, что же я такой тупой?» Сказал как бы про себя Стивен Кинг, но мы-то знаем. Потому что, если кто вдруг не в курсе, Стивен Кинг – это тот же самый Лукьяненко, только американского пошиба, потому что оба они пишут ровно про себя, ну, как и любой, в общем-то, автор. Ну, а здесь это особо выпукло, так сказать, заметно, что каждый из них пишет вот строго про себя и про тех влогов, которые их окружают каждый день в жизни. Ну, а поэтому через это следует, что сюжеты у них ровным счетом все одинаковые, за редким очень исключением. В случае с Лукьяненко исключение сводится к лютому, бешеному спизживанию идеи отовсюду, откуда только можно, начиная от художественной игры Мастера Фориан и заканчивая анрил турнаментом, то есть без затей, вот так. Вот хоба давай, херак, блин, тырить всякое из тупо компьютерных игр, блин. Разные степени паршивости, естественно. Но следует отдать должное, что, учитывая, что он стырил из Дума, из Анрыла и из Мастера Фориана, еще откуда-то там, я не помню, все это хорошие игры, в принципе, как бы. Ну, не суть важна. А у Стивена Кинга было нечто другое, потому что, периодически закинувшись голопередольщиком после некоторых разных событий, нелицеприятных в его жизни, он писал более другие вещи, которые, как бы, немножко обособленно стоят от основной массы его произведений. И поэтому они чуть более, чем полностью ушиблены на всю голову, как и сам, в общем-то, Стивен Кин. Ну, опять же, повторюсь, в общем и целом, подавляющее большинство их, ну, а в данном случае Кинга романов, про одно и то же, а именно про житье, бытие граждан в штате Мэн, по-моему, да, где проживал в свое время Стивен Кинг. И окружала его исключительно тупорылая деревенщина. Ну, а сам он, естественно, д'Артаньян весь белым стоит такой красивый, да. Ну, и вот про это он и писал в своих книгах, как главный герой охеренный, поскольку это сам Стивен Кинг подразумевался, а вокруг все быдлые, тупые, уроды. Ну, в смысле, мракобесы, деревенщина, религиозные фанатики и просто тупые бараны. Ну, как и свойственно, короче, любому представителю интеллигенции, он видит мир вокруг себя именно таким. Ну, сложно ли его в этом винить? Вряд ли, учитывая, что если бы любой здравовысящий человек проживал, например, где-нибудь в глубинке, так сказать, где велика вероятность встретить большую часть населения, которая в лучшем случае имеет за собой, за душой, четыре класса церковно-приходской школы и коридор. Ну, типа, то понятное дело, что интеллигент, прочитавший хотя бы 30 книжек на общем фоне вот этого вот деревенского противостояния, так сказать, будет с его точки зрения в лучшую сторону выделяться от всего этого говна, который его окружает. Ну, так и здесь. В общем, вот Стивена Кинга в детстве, отрочестве, юности и так далее окружали вот такие вот фермеры на всю башку тупые. И про это он, собственно, и пишет в основном везде. И все это, конечно же, как бы, типа, он старается периодически подвернуть под конъюнктурную, текущую конву событий в общемировую, да, типа, социальную в основном. Потому что то, что не касается мистики в его романах, всегда касается социальной подоплёхи. И через это его романы исключительно легко экранизировать, потому что подвести любой сюжет под текущую конъюнктуру вообще элементарно просто. Ну и все эти характеры персонажей, которые использовались и используются Кингом вообще практически, как я уже сказал, во всех произведениях, были особо ярко и выпукло расписаны в романе «Туман». Чем он был и прекрасен, собственно. Особенно тем, когда этих всяких тупорылых персонажей, как это водится в романах Кинга, убивали всякими разными способами. Для тех, кто не в курсе, завязка сюжета была такова. В неком маленьком городке, как и обычно, в штате Мэн случился легкое чеппе. Случился социальный коллапс. Ввиду того, что город накрыл непонятный туман мистического происхождения и социальное ядро этого города сжалось до невообразимо маленьких размеров в пределах одного супермаркета, где ядро социума опять же уменьшилось до конкретно выпуклых опять же блин, надо какой-то еще синоним найти этому странному слову отдельных социальных элементов уже приведенных по списку поименно в предыдущих абзацах моего сбивчивого повествования, а именно сводились они к Д'Артаньяну в основном религиозным фанатам в лице главной заведующей культом самопровозглашенной ну и там пары еще ярких персонажей ну и соответственно через тернии звездам надо было этим данным гражданам все уменьшаем все количества по ходу повествования превозмочь сложившуюся ситуацию и возможно если повезет выйти из этого всего живым вынеся с собой ту или иную мораль ну поскольку у Кинга мораль всегда на и та же не надо быть мракобесом и тупым дебилом вот вся его мораль в общем-то опять же тут сложно его винить потому что действительно не стоит быть мракобесом и тупым дебилом это вредно для здоровья причем ладно своего здоровья а чаще всего что плохо для здоровья окружающих а это уже не стоит вот этого не надо ну и я сейчас полирну роман чуть более чем полностью так что если кто-то вдруг не прочитал выключите звук а потом я сделаю вот так и можно звук включать обратно раз два три так вот в романе мистическая составляющая заключалась в том что неподалеку находящаяся армейская база проводила какие-то эксперименты научно необоснованные и сильно не описанные в подробностях вот но это было тем или иным образом связано с какими-то армейскими специальными технологиями то ли там невидимость они пытались замутить для войск то ли телепортацию что-то такое но в итоге они открыли как это водится портал в соседние измерения откуда полезли какие-то непонятные животные ну вроде как по смутным описаниям из страниц романа можно было примерно понять что это какие-то гигантские насекомые которые все жрали в этом самом тумане ну и поэтому все так произошло ну а что мы видим собственно в Тирисериаре в общем-то для чего я изначально задумал этот типа влог это то каким образом можно сценарий невероятно испохабить в первые же пять минут экранного времени а потом не менее изящно вернуть его в правильное русло и в нужную струю так сказать поскольку как я уже сказал социальная подоплека любого этого романа Кингель какой ни возьми элементарно вкладывается в текущую конъюнктуру то здесь сделали вот именно то самое а именно все вот если взять новостной портал любой американский допустим ну западный да скажем так потому что нужен именно местный хотя там и там и там пропаганда но в принципе можно с большой долей вероятности судить о том что российские каналы допустим или там газеты и что-то и СМИ какие-то неважно с некоторой долей предвзятости транслируют новости оттуда к нам равно как и они наши туда к ним с той же долей предвзятости транслируют себе вот то есть как бы поэтому получить более-менее внятную информацию а именно максимально приближенную к истине все-таки можно только из местных источников и я сейчас говорю не о воде а тех же СМИ вот то есть если почитать любую западный источник и я снова говорю не о воде то текущая социальная обстановка достаточно проста это во-первых постоянные непрекращающие церакты последнее время но этого явно в сериале еще не будет по крайней мере очень похоже на то может быть потом не знаю как там сюжет повернется зависит от того сколько времени его снимали вот и сняли ли его полностью или нет ну а потом выпускают в эфир или снимают постепенно как там допустим 2-3 серии вперед снимают ну как у них там у каждого производственный процесс у каждого сериала там свой поэтому я не знаю не знаю точно вот но скажем нетфлекс как всем широко известно они снимают сразу целиком а потом сразу же целиком все это и выкладывают вываливают просто да поскольку у них сезоны короткие там по 10 серий я хер знает не знаю сколько там будет серии у тумана этого да вряд ли то есть конечно можно мыльную оперу невероятно растянуть вон под куполом который что-то там 50 страничный рассказ насколько я знаю вот его я не читал да но вот существует он рассказ под куполом может он как-то по-другому называется но по нему сняли сериал под куполом соответственно так вот там аж на три сезона напилили уже они правда тоже небольшие насколько я помню что-то типа по 12 серий по-моему да могу ошибаться не помню точно ну и как бы вот маленький рассказ хер знает во что растянули уже то есть непонятное мыло я два сезона осилил третий даже не стал начинать вот так и здесь хер его знает не угадаешь поэтому непонятно пока что там с мусульманами и террористами но в остальном это что у нас на повестке дня это насилие копов по отношению к черномазам смысле к неграм постоянные социальные терки о том что типа а-ля быть геем это хорошо что вы там подразумеваете мой пол вот это все типа что значит давайте уберем вот эти местоимения он она там кучу разных полов какие-то херню придумали и так далее и плюс постоянные терки между либералами и нелибералами соответственно ну как раз вот между тупой деревенщиной и просвещенной интеллигенцией так сказать вот основное что ну а наиболее ярко естественно здесь выступает так называемые social justice warriors а именно как это войны социальной справедливости наверное в СС я пытался придумать какую-то более звучную аббревиатуру но пока не смог ну потому что дословно это войны социальной справедливости СВС тоже не звучит как бы не очень ВСС тоже как-то ССВ херня какая-то надо что-то более такое емкое придумать но пока что будет ВСС и избиение негров полицейскими так вот это и другое немедленно проявило свою подлую натуру в первые же пять минут кино от чего немедленно захотелось рыгать ну и понятное дело выключить это все к ебеням насилие белых над неграми выражено в сериале буквально то есть прибегает немножко чернокожий темненький парнишка в военной форме в полицейский участок дабы написать донос на происходящее нехорошее вокруг в соседней подворотне буквально но его тут же принимает за наркомана сажает в тюрячку и пинает немножко по печени ну поскольку оба полицейские белые мужланы то понятное дело когда что будут делать два белых паренька в полицейской форме когда видят черного паренька немедленно принимает его за наркомана и начинает пиздить ну все как нормально все как положено остается только порадоваться что вы не пристрелили то есть вот этот аспект сразу же немедленно раскрыт я такой е-мое лицо ладонь давай зашибись вот это поворот блин вот это заход сходу нормальный такой блин нормально окей-окей окей думаю что дальше что дальше чем еще порадуете и тут из-за угла на белом носороге выезжает пидор ну натуральный пидорас он же вот этот самый воин социальной справедливости который не определился со своим полом ну тотальный нонконформист и хипстер он подводит глаза тушью выглядит как солист любой эмо группы является задротом естественно ну конечно как же иначе вот максимально либерально относится ко всему что связано с любой социальной деятельностью человеческого организма так сказать то есть типа ему все равно пидор ты лесбиянка или нормальный колхозник ему важно что ты человек а следовательно право имеешь а ни хера не тварь дрожащая ну так вот вот такое непонятное существо которое не определилось типа говорит я вообще-то как бы могу и полюбить и мужчину могу и женщину полюбить говорит нам 16-летнее чмо мне важно чтобы человек был хороший ну то есть вот это все типа отличный заход тоже сразу же хочется рыгать немедленно прибежав на футбольную игру ну как футбольную в этом месте мне тоже немножко пришлось подтянуть к себе медный таз ну на случай если вдруг тугая струя куда-нибудь начнет бить чтобы сразу туда вот потому что прибежали они на игру американского футбола которая лютой бешеной ненавистина я вижу потому что считаю что это не игра говно уныло что это блять за команды по 45 человек вы ебанулись как вы им деньги платите они все там бомжи нищеброды а большая часть из них еще и негрилы что ни хера не помогает как бы до кучи да то есть типа вообще какой-то бред происходит на поле блин кто не понимает сами американцы ни хера не понимают правила этой сраной игры блять что происходит я когда смотрю на тактические схемы этой мудацкой игры блять я такой сижу думаю еб твою мать что это за ахинея там написано что это за херня блять вы сами понимаете что там они говорят нет ни хера не понимаем спрашиваешь у американцев вы блять сами понимаете американцы блять нет я ни хера не понимаю в американском сука футболе и вообще я бейсбол смотрю потому что американский футбол никто блять не понимает и плюс там негрилы сплошные ну потому что я у азиатского паренька спрашивал а азиатские пареньки как известно любят только других азиатских пареньков ну в платоническом смысле конечно в плане сексуальном они любят азиатских девочек но я имею в виду азиатские лица азиатской наружности в Америке любят только других личностей азиатской наургушности. Иногда по-всякому, но иногда и как человека тоже. Так и со всеми остальными. Мексиканцы любят мексиканцев, негры любят негров, белые любят белых, соответственно. Ну, безотносительно к полу. А я спрашивал, соответственно, подобного рода вопрос у азиатского паренька, поэтому он сказал, что все пидорасы, а я один д'Артаньян стою весь в белом. И он, что характерно, был в белом в этот момент. Я такой, о-хо-хо, символизм, ёпта! Ну, а вот это зато в полной мере очерчает, очерчивает круг интересов каждого отдельного слоя социального, присутствующего в Америке. Возможно, и в любой другой стране, но тут как бы зато мы не будем говорить. Россия многонациональная страна, у нас такой ахинеи нету, блядь. Мы, нам не важно, гей ты, там, пидор, черножопый, желтоморды, еврей, кацап, хохол, мы всех ненавидят им одинаково. Вот так вот, да? То есть, типа, а у них они ненавидят индивидуально. Но мы не такие нихера. Вот поэтому между нами никогда не будет дружбы, блядь. Потому что мы Америку в случае чего сотрем всю нахер с лица земли, а они попытаются вычлить не только русских и унизить. Хер им по всей морде. Ну, это уже мы так, вдаемся в софистику и политику, так сказать. А вот этого, пардон за невольную зигу, но вот это мы будем избегать. Сука, ёпта. Короче, не суть важна. В общем, пришли они на эту футбольную игру и немедленно этот недопидор говорит, там, что-то типа, я вообще, говорит, американский футбол не люблю, потому что это игра привилегированных белых мужчин. На что ему задают немедленно резонный вопрос. Что за хинея ты несешь? Мудила, блядь, тут же сплошные негры. Он такой говорит, а, возможно, они чувствуют себя этими, опрест, как это, как это, блядь, по-русски, сука. Короче, чувствуют себя несчастными. И вообще, все основные звезды белые, ну, потому что у них эти, как это, квартербек называется, да, который там у них, один из немногих людей, который в этой игре занимается действительно футболом, а именно пинает мяч, как и должно поступать с мячом в основном. Это паренек, обычно, ну, не самое здоровое телосложение, который зато умеет метко бить, ну, ногой в разные-разные интересные места. Если у него в некоторых местах нарисована свастика, то этим местом может неожиданно оказаться череп темненького паренька. Особенно, если этого гражданина зовут Эдвард Нортом. Но мы сейчас не за это. Вот в данном случае они умеют хорошо пробивать с ноги прямо, блин, продолговатому эллипсообразному предмету, который является собой мяч. Так вот, они самые, насколько мне известно, самые высокооплачиваемые игроки в этой богомерзкой игре. Ну, конечно, среди них есть и черненькие пареньки, но многие из них вполне себе, да, такие вот эти самые привилегированные белые мужчины. Ну, вот этот недопидор тут же несет вот такую ахинею, такое охеренно классно. То есть ты раскрылся со всех сторон. Вот за там три строчки диалогов, которые он произнес за вот эти там две минуты, пока он присутствовал на экране, он на своем персонаже раскрыл немедленно все. Я такой, шикарная композиция. Вот ты уже, сука, меня бесишь немедленно, потому что, ну, сразу понятно, что он будет, что с ним будет происходить на протяжении всего сериала. Каждую серию он будет получать пиздюлей после того, как будет читать нотацию тупым реднеком, то есть деревенщине. А нотации он будет читать совершенно определенного плана. Ты, белый привилегованный паренек, будет он говорить футболисту главному, который как раз присутствует в том самом магазине, где они все скучкуются в итоге. Ну, по роману. Так и здесь они будут в магазине тусоваться. Потому что группа уже там есть, но еще остальным надо подтянуться через тернии, ну, через туман, так сказать. То есть вот он этому квартирбеку, этому самому, будет говорить, типа, ты привилегованный паренек, за что будет получать поебалу незамедлительно. Вполне закономерно. Ну, и, соответственно, каждую новую серию он будет следующему колхознику что-то такое рассказывать, а потом в конце каждой серии нас будет ожидать мораль. Который, скорее всего, будет заключаться в том, что того, на кого показывал пальцем недопидор, будут жестоко убивать всякие разные насекомые. Которых нам, естественно, не покажут во всей красе, потому что сериал явно дешевый, сука. Ну, то есть как? Конечно, бюджет какой-то у него есть, и компьютерная графика там есть, но видно, что она не очень хорошая. И поэтому, поскольку вокруг туман, это еще и упрощает задачу, да, то есть типа, можно спокойно пойти по пути наименьшего сопротивления. То есть все карты в руки дал Стивен, он же Кинг. Сценаристам в руки можно вообще ничего не показывать, в принципе, а только легкими намеками и периодически пролетающим щупальцем где-нибудь в тумане. Или там педипальцем каким-нибудь. Или мандибулами, я не знаю. Типа, обозначить силуэт мнимого врага, который тут вообще никак. Потому что ежу понятно, что враги это сами себе люди, а все остальное это так, антураж. Ну и вот так будет его персонаж развиваться. Возможно, если нам повезет, этого не до пидора в конце сериала таки убьют. Если нам очень сильно повезет, то его убьют уже во второй серии, потому что первый он пережил, к сожалению. Я, конечно, буду очень сильно смеяться и хлопать в ладоши и радоваться изо всех сил. Потому что это будет очень тонкий сценарный ход. Если так оно и произойдет, ну посмотрим. Тут 50 на 50. То есть от этого будет зависеть, в какую сторону будет график интересности сериала направляться. Если он так, если не до пидора завалят в ближайшие 2-3 серии, ну лучше всего во второй, ну хотя бы 2-3 серии. Ну может быть 4 максимум. Тогда вот эта хривая резко пойдет вверх. А если он доживет до конца и не дай бог выживет, тогда, конечно, вот так вот произойдет. Ну и, соответственно, поскольку этот персонаж раскрылся полностью, типа за 5 минут, то, понятное дело, нахер он такой нужен красивый. И, собственно, в этом и претензия-то основная. Что как вот, опять же, возвращаясь к исходной мысли, как можно за 5 минут испахабить сериал. То, что половину основных персонажей раскрыли чуть более чем полностью, немедленно, вот сразу же. То есть, все про них, все, что надо было знать про них, мы сразу же знаем. То есть, они дальше вообще никак не могут ничего сделать. То есть, единственное, что может недопидор сделать, это внезапно, что он не станет никому читать мораль. Но это, я что-то сильно саневаюсь, вот просто сильно саневаюсь. Другой главный герой, например, который муж главной героини и отец дочери главной героини или там тесть, этот не тесть, как его, отчим, да, хер его знает. Я так и не понял, что там у них происходит. Вроде как отчим, наверное, судя по происходящему. Ну, естественно, подкаблучник, то есть, ну, тут феминизм тотальный процветает немедленно, вообще сразу же, да, то есть, типа, то есть, у него вообще слова нет. Он поперек бабе своей ничего сказать не может, вот, то есть, и все. То есть, его персонаж понятный, куда будет развиваться, да, он изо всех сил будет попытаться вырваться из-под каблука и показывать, что, ну, там, я мужик, там, ээээ, вот это все, блин, там. Ну, возможно, по лицу кому-то даст, а гребет сам, сделает что-нибудь героическое. Возможно, отъедет, но по книге он немножко выжил, поэтому не факт. Скорее всего, он в итоге тоже доживет до конца, то есть, понятно, нахер, ну, что, кому, за что это такое, что, что нам может интересного рассказать, ничего. Негр с амнезией, который прибежал рассказывать про туман, в котором что-то есть, типа, поскольку он с военной базы, то, типа, видимо, это как-то привязку даст к тому, что случилось в книге. Ну, тут немножко непонятно, потому что туман, который здесь, и тот туман немножко разные вещи вытворяет. То есть, тут они что-то хотят с ним такое-этакое сделать, видимо, чтобы просто хронометраж удлинить, увеличить фильмы. То есть, негр с амнезией, пойди пойми, блин. То есть, весь его персонаж будет раскрасываться в двух аспектах. В том, как он будет противостоять тупорылым полисменам в количестве одной штуки, потому что одного из них уже замочили в первой серии же. А останется особо упоротый, да, то есть, конкретно, вот, тотальный, тупорылый, этот, коррумпированный мент. Ну, что-то по полной программе, да. То есть, вот с ним он будет бодаться все оставшееся время, пока кто-то из них не сдохнет. Ну, подозревая, что сдохнет все-таки мент. Ну, это же, блядь, либеральный сериал, поэтому как может быть по-другому? Не могут же черного паренька зарезать, ну, или там как-нибудь по-другому ушатать? Сильно сомневаясь, конечно. Опять же, они, вот тут, может пойти в двух ключах. Либо они меня очень сильно удивят, и черный паренек не будет бодаться с ментом, а, например, либо мент сдохнет, либо паренек сдохнет, либо они оба нахер сдохнут, либо про эту линию просто забудут. Что сильно вряд ли, поскольку он нам должен немножко раскрыть все-таки, ну, амнезия там и так далее. А второй, вот, собственно, аспект, как он будет вспоминать на протяжении всего сериала, что нахер вообще происходит. И малыми сжатыми дозами нам рассказывать всякое, да, через что там будет случаться вот этот поворот в каждой там очередной серии, где его сделают центральным персонажем. Ну, поскольку персонажей много, то в каждой серии будет, скорее всего, свой центральный персонаж. Возможно, некоторые из них будут ролять в нескольких сразу сериях. Ну, типа, все предсказуемо предельно, казалось бы, да. То есть, типа, и снова, можно пойти только вверх, а можно и пробить тотальное днище. То есть, зависит. Вот. Кто там еще-то остался? Типа, баба, у которой было плохое прошлое, типа, все считают ее проституткой, ну, в смысле, шлюхой, потому что она была честная давалка по молодости и теперь пытается оградить от этого свою дочь, которой, естественно, это не нравится, поскольку она находится в периоде подросткового созревания, а через это ударилась вместе со своим недопидорским другом в тотальный, опять же, нонконформизм, блядь, и поэтому старается все делать наперекоз своим родителям. Окей, блядь, охеренно, блин, оригинальный поворот, ну, разумеется. То есть, они, естественно, у них семейные ценности будут случаться. То есть, девка будет всем рассказывать, как ее изнасиловали, потом мы будем пытаться несколько серий понять, изнасиловали ее на самом деле или нет. Ну, типа, окей, через это они будут примиряться со своей матерью, которая нам будет рассказывать, что она либо не была шлюхой на самом деле, а про нее всякое нехорошее рассказывали, потому что то-то-то она там не дала кому-то там, и он про нее начал рассказывать, да, в итоге. Ну, типа, стандартные, то есть, ходы, то есть, типа, там, может быть, только два разлетения сюжета, Либо вот этот, который я сейчас описал, либо оказывается, что она действительно давала всем подряд, была тотальной шлюхой и потом решила, что своим детям она будет желать совершенно другого. И поэтому в Ежово-Серковицах держала свою дочь, блин, и типа до 16 лет, там до 18 стала, хотелось бы ей, чтобы до 18 лет она не выходила вообще никуда, не выпускала ни на какие вечеринки, ну, то есть типа вообще все, шаблин, никакого алкоголя, там, никакого разврата, блин, мальчиков в свидании, ну, а тем более девочек, вот это все, не-не-не-не-не, а типа камнем преткновения у них, в этих взаимоотношениях является то, что она, типа, как училка в школе преподавала, типа, уроки сексуального образования, как это называется, сексуального воспитания, да, вот, и рассказывала детишкам, ну, подросткам на уроках про всякое, типа, про оральный секс, как пользоваться презервативом и что может случиться от дубля в жопу. Ну, вполне себе гомосячий, ну, типа, без презерватива, посмотрите на Фредди Меркури, говорила она на уроке, блин, вроде талантливый артист одолбился в жопу и посмотрите, чем это закончилось, да, вот не стоит так делать, то есть песни хорошие писать, это, конечно, да, но таки надо презервать фильмами периодически пользоваться, ну, и там, всякое другое, наверное, рассказывала, ну, типа, в стандартном ключе. В России, в принципе, делают то же самое, только при этом еще рассказывают, какой хороший псалтырь, блин, и как нужно стоять за утренню, блядь, или там, отбивать намаз, ну, намаза нет, наверное, да, но, типа, короче, надо причащаться, исповедоваться, блядь, и читать Отче наш, блядь, семь раз на дню, блядь, вот, и обязательно не забывайте жертвовать на храм, блядь, ну, вот такое, вот, вот у нас рассказывают, ну, у вас как бы, да, то есть, а вот у них в другом ключе, типа, наоборот, типа, то есть, долбиться в жопу, говорят, там, это как бы хорошо, но главное предохраняться, а здесь будут говорить вам, что, типа, долбиться в жопу, это плохо, главное, лучше очень наш прочитать лишний раз, вот, типа, вот такое, то есть, типа, понимания у людей в мозгах нет совершенно, что и то, и другое, это полностью, ну, вообще полные крайности, надо, как бы, немножко другими категориями мыслить, блин, особенно, когда дело касается подростков, тупорылых на всю башку, да, то есть, типа, ну, о чем речь вообще. Да, то есть, типа, ну, и вот, вот эта вот бывшая шлюха рассказывает перед детишкам, как не нужно себя вести, и она вполне имеет на то свой резон, потому что бывшая шлюха, как никто другой, знает, как вести себя не надо, вот, ну, и, то есть, из-за этого понятно, как ее, опять же, персонаж будет развиваться, опять же, только в двух плоскостях он может, то есть, типа, опять же, ничего нового, то есть, абсолютно предсказуемо все дальше будет, вот, и, казалось бы, нахера вообще, что, к чему это, зачем эту херню смотреть? Ну, так вот, и смотреть именно в этом ключе стоит, то, типа, если они сделают все правильно, то это может получиться один из лучших сериалов вообще современности, блядь, ну, в последнее десятилетие точно. Если они все будут делать по постылившим идиотским лекалам, блядь, да, то есть, типа, ну, совершенно тупорылым. Кстати, мне немедленно стало интересно. Из этого можно сделать богатый вывод, а именно из того, кто сценаристы, например, у первой серии этого сериала. Сейчас мы зато будем узнать, блядь, ну-ка обоснуй. И МДБ. Так, первая серия. А, их, кстати, уже две есть, если что. Писатели. Стивен Кинг, ну, понятно, это потому что... Потому что по роману. И некто Кристиан Торп. Что ты сделал до этого? Родился в Дании? Это уже хороший заход. Он снял кучу всякой хрени на датском телевидении. И какой-то сериал «Сэм», про который я ничего не слышал. Почему-то все его... А, это потому что французский сериал на TF1. Я смотрю, почему все серии, название у них на французском. То есть, я сильно соневаюсь, что много людей смотрело датские сериалы или сериал «Сэм», который шел по французскому телеканалу TF1. Поэтому судить о том, насколько хороший или плохой сей сценарист, наверное, можно, если ты датчанин или француз. Но мы не такие. Поэтому с большой долей вероятности можем сказать, что мы ни хера не знаем об этом человеке. И через это появляется интрига. Потому что тут либо все в одну сторону опять же пойдет, либо в другую. То есть, либо он проявит себя как нормальный толковый гражданин. А поскольку он ни хера не американец изначально по рождению, а более чем датчанин. А именно викинг. Хотя они удалились в тотальную толерастию. Поэтому меня терзают смутные сомнения. Но учитывая некоторые разные другие культурные события в Дании, есть все-таки только надежда теплица, что паренек может выстрелить. Вполне может выстрелить. И через это интрига как бы воодушевляет немедленно. А второй аспект, по которому меня осенила большая доля надежды относительно этого сериала, это то, что мистическая как раз составляющая, пардон за невольный каламбур, которая связана как раз с мистом, то бишь туманом, из того, что нам показали в первой серии, очень, очень добротно сделана. Очень добротно, несмотря на дешевую компьютерную графику. Пускай и не в том ключе, в котором это было в книге. Ну, может быть, не напрямую. Может быть, все сведется к тому, что было в книге, конечно. Да, тут я не могу пока ничего сказать, исходя из одной серии, которую я видел. Но опять же, я уже знаю точно, что туман здесь делает больше вещей, чем он делал в книге. Поэтому тут может пойти по всякому сценарию, по-разному обернуться. Ну, а то, как это было сделано именно в первой серии, очень, очень хорошо. И что меня невозбранно порадовало, это то, что потенциально самого бесючего персонажа, который явно должен был нас отослать немедленно, как раз служительницы культа, возглавлявшей этот самый культ из книги, так вот персонажи, который потенциально стал бы именно этим вот, гражданином из книги, гражданкой, точнее сказать, немедленно выпилилили с охрененно приятным глазу эффектом. Очень хорошим, очень хорошим, прекрасным просто, блядь, у меня аж просто сердце медом облилось, блядь. Настолько прекрасно это было сделано. Последние пять минут, это просто я готов пожертвовать почку в фонд, в фонд зарплаты этого сценариста. Я не знаю, что он там дальше сделает, блядь, но последние пять минут этой серии были просто шедевральны, блядь. Сука охеренные. Особенно, если вы смотрели художественный фильм «Зеркала», кажется, он назывался, с кифером Сизерлендом, блядь. Как тебе там киферы Сизерленд? Ну-ка обосну, «Зеркала» это назывался или нет? Совершенно дурацкий ужасник. Где он? Неужели он так давно уже вышел? Да, «Зеркала», 2008 год. Хирасия Струя. Я его посмотрел как-то достаточно недавно. Он достаточно дурной, этот фильм. К вопросу. Так, легкая ремарочка. Он достаточно дурной, но в этом фильме была, наверное, одна из, если не самая отвратительная сцена убийства, которую я только видел на большом экране. В данном случае на экране монитора, но вообще будем говорить так, обособленно. То есть просто отвратительная. То есть там есть одна конкретно сцена, настолько гротескная и настолько охеренная, блядь. Я еще не люблю такие вещи, в принципе, ну вот это мясо и так далее, блядь. Но эта сцена была настолько охеренная, что она только просто вот сама по себе, блин, вот эти сраные две минуты стоят того, чтобы посмотреть весь этот мудацкий фильм. Строго рекомендую, блядь. Если кто смотрел, они в курсе, про какую сцену речь, блядь. Но сцена просто, блядь, отвал башки, блядь. Держите меня семеро, ё-моё, блядь. Ну, там просто остается только, блядь, скинуть шляпу, снять портки, бегать и аплодировать, типа. Ну, настолько круто, блядь. Ну, потому что я не знаю, как еще выразить восторг по поводу того, что там было сделано, блядь. Ну, это просто адский ад и Израиль. А тут отсылка, ну, конечно, наверное, невольная. Скорее всего, данный гражданин датский видел просто этот фильм. Ему сильно тоже, как и мне, понравилась эта самая сцена. И поэтому он ее немножко скопепиздил. Ну, а винить в том его и совершенным образом невозможно. Потому что тут, что там, она выглядела просто шикарно. Просто шикарно. Ну, и, короче, вот такая вот у нас... Вот такой венец, в который заключено... Вот такой вот уроборос, в котором, в принципе, заключен весь этот, сука, сериал, блядь. Потому что начало и конец его, пардон за невольные стихи, кусает друг за друга. Как этот самый уроборос, блядь. И что из этого выйдет, неизвестно. То есть, может выйти как конец, а может выйти как вполне себе начало. То есть, ну, тут хз, блядь, вообще. Просто хз, блядь. Я лично, я лично питаю смутные надежды, что датский гражданин не подведет. Но, скорее всего, эти надежды абсолютно тщетны и будут разбиты в дрибадан. Ну, тупорылость у продюсеров американских. Потому что я более чем уверен, что все остальные граждане, причастные к производству этого сериала, вполне себе американцы. И поэтому испохабят всю идею гражданина датчанина в хлам, вообще в хламину, блядь. Просто в хламину. Но, исходя из чисто первой серии, вот я считаю, что нужно брать, роняя кал, брать и бежать. И смотреть, соответственно. Я надеюсь, что меня порадует. Но, скорее всего, так не будет. Да, то есть, ну, будет, конечно, глубоко обидно. С другой стороны, конечно, будет дико приятно, если обернется все так, как с сериалом «Крик», который, как известно, один из самых лучших сериалов. Вообще, Эверс, деланный с точки зрения сценария, о чем я подробно рассказывал во влоге. То есть, хер его знает, не угадаешь. Что довольно иронично, учитывая, насколько унылый второй сезон сериала «Крик». Унылый настолько, что я даже дальше первой серии, не посмотрел. Я ума не приложу, как у них это получилось. Нет, то есть, я знаю, как у них это получилось. Потому что желание смотреть второй сезон сериала «Крик» пропадает напрочь буквально в первые же две минуты просмотра. Потому что там показывают всех выживших персонажей из первого сезона «Крика». В то время как умный сценарист сделал бы второй сезон «Крика» с абсолютно новыми героями. И это было бы православно. Но вместо этого они пошли по идиотскому совершенно пути и испохабили все то гениальное, что они сделали в первом сезоне. Молодцы. Так и здесь может получиться, конечно. Ну, в общем, да. Вот две серии, судя по МДБ, уже есть. То есть, видимо, вторую из них можно найти где-то в просторах интернета на каких-то торрентах. Возможно, там «Пайрат Бэй» какой-нибудь, или я не знаю где. Я не буду ждать. Я, наверное, буду... В смысле, не буду искать. Я, наверное, буду ждать планомерного выхода этих серий на Лосфилме на том же. Ну, не то, чтобы я хотел смотреть в русском переводе, да. То есть... Просто там ничего такого нет, что стоило бы... Смотреть на языки оригинала. Там достаточно простые диалоги пока что из того, что я видел, да. То есть там нет ничего такого, что потерялось бы в переводе. Даже в ужасном. Вот. Поэтому я не буду сильно торопиться. Потому что, а куда спешить? Кто понял жизнь, тот не спешит. Папа пожил, епта, стих на музыку положил. Поэтому торопиться не будем. Ну, по крайней мере, я не буду. Но если кто-то вдруг захочет, то есть две серии. Можете... Мне лучше не надо в комментах делиться по поводу того, что из себя представляет вторая серия. Скорее всего, я буду глубоко разочарован. Ну, не знаю. А вот такая вот херня. Вот такая вот прохладная история. А, соответственно, и сегодня все. Шарьте лайк эти видео. Оставляйте ваш шитбэк, наши книги для жалопопредложений. А на наших секциях комментов внизу. Подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч в эфире, граждане. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...